Восстановление жизненно важных функций Чтобы она реабилитировалась в быту Закрепить все наши действия По восстановительному периоду Ну и с надеждой В перевод В палатный режим Галина Ипполитова Под круглосуточным наблюдением медицинского персонала Уже больше месяца Сейчас состояние пациентки врачи оценивают как стабильное По-всякому То получше, то похуже Но пока еще Слабовато О своем диагнозе, признается, Галина знала Но день плановой госпитализации Все время откладывала 17 мая она почувствовала резкую боль в области живота И сразу вызвала скорую помощь В 6 утра женщину доставили в Перхушковскую больницу Времени у медиков практически не было Решение приняли сразу Экстренно оперировать У нее диагноз был Разрыв анавризма Интернационального отдела брюшной аорты С массивным кровотечением За брюшинное пространство В связи с тем Была показана Была показана Экстренная операция Аорта сама по себе Самый крупный сосуд В организме человека И здесь В ее случае 10 сантиметров диаметром Это в 5 раз больше Чем в норме аорта была И естественно Она была уже разорвана На время остановки кровотечения Понадобилось немало времени В интероперационной Где-то 3-4 часа Пытались остановить кровотечение Дальше уже боролись с тем Чтобы восстановить кровоток Протезированием уже занимались Операция продолжалась Больше 7 часов Больных с таким диагнозом В Перхушково оперируют часто Но в плановом режиме Ведь к манипуляции Необходимо подготовиться Как пациенту Так и медикам Доставить необходимое количество Крови из отделения Переливания И собрать необходимые анализы Фактически Мы шли в Абанк Это было Использовали все наши ресурсы И честно говоря Абсолютно не были Благоприятные восходы Потому что Как правило По статистике Такие повреждения С очень большой вероятностью Летали Но тем не менее Благодаря Совокупной работе Наших специалистов Слаженной работе Ну удалось Выполнить Такой большой объем работы Теперь Галине Ивановне Предстоит долгая реабилитация Следующий этап Перевод из реанимации В палату А там и до выписки Недалеко Но врачи не загадывают Одинцовские медики В очередной раз Доказали свою квалификацию Хотя если бы пациенты Внимательнее относились К своему здоровью И вовремя проходили Диспансеризацию Таких экстренных ситуаций И вовсе не было Василиса Ивашкина Артем Ломоносов Телекомпания Одинцова Телекомпания Одинцова Телекомпания Одинцова